Сразу же отмечу, что не имею авторских прав на использование видео футбольного турнира в Токио 2020. Посему в моем обзоре видео не будет. Думаю, кто сразу после этого сообщения не отключился от моего канала, будет интересен мой обзор четвертьфиналов. Начинаю по мере того, как они игрались во временных рамках. Первыми вышли решать вопросы с полуфиналом Испания и Кот Дивуар. Это было огненное противостояние, которое могло бы украсить по своей драматургии любой официальный турнир, включая и чемпионат мира. В первом тайме Ольма ответил на гол Байи. Все основные события развернулись уже в добавленное арбитром время. Сначала Градель отважился бабахнуть по испанским воротам, и мяч после минимального рикошета вошел в сетку между туловищем и рукой Уная Симона, голкипера испанцев. Казалось, вот она победа, бери. «Не хочу», — ответили хором и вуарицы, когда вскоре косячили в своей штрафной. Вместо выбить мяч куда подальше, подарили его миру. Два-два. Что интересно, Рафа Мир вышел на замену сразу же после гола Граделя и не только перевел игру в овертайм первым же своим касанием, но и оформил в дальнейшем хитрик. Воистину, на тренера Олимпийской сборной Испании Луисе Де Ла Фуэнте нашло озарение. Но все же, ключевым определяющим моментом всего полуфинала Испания Кодивуар стало назначение пенальти. Он, конечно, был стопроцентовый, но вар-бригада долго совещалась и, не придя к консенсусу, отдала право решение вопроса арбитру, который после минутного просмотра, а может и больше, все же правильно указал на 11-метровую отметку, из которой Ояр Сабаль был точен. Счет стал 3-2. Испанцы заимели возможность играть на контратаках, чем блестяще и воспользовались до 5-2. В полуфинале Испания сыграет с хозяевами турнира, японцами, которые так и не смогли в игровое время дожать неуступчивую Новую Зеландию, которая, в свою очередь, выстояла благодаря четырем предупреждениям и лишь только по пенальти. Япония склонила чашу весов в свою пользу 4-2. Бразилия обыграла Египет 1-0 благодаря голу Кунии до перерыва. А вот после египтяне устроили самую настоящую охоту на Ришерлисона, будто бы соревновались, кто больше из них завалит на газон лидера бразильской олимпийской сборной. Но Ришерлисон мужественно перенес все тяготы и невзгоды такого жесткого к нему отношения со стороны соперников и заслуженно вместе со своими партнерами по команде празднует выход в полуфинал. Где соперником стала Мексика, которая так покуражилась над корейцами? Вот она, ответка Южной Кореи за то, что в двух предыдущих поединках уничтожала своих соперников. Отозвались, отлились таки слезы Румыния и Гондураса на пару пропустивших от корейцев 10 мячей. Мексика отомстила. Все, что удалось Корее в противостоянии с Мексикой, это сравнять счет на 20-й минуте, сделать 2-3 в начале второго тайма и 3-6 уже в добавленное арбитром время. А так парни Хайме Лосано были неудержимы. Мартин, Рома и Кордова с пенальти трижды забили до перерыва. Мартин, Кордова и Агире после 6-3. И лично я с нетерпением ожидаю полуфинала Бразилия-Мексика. Учитывая факт любви к атакующему футболу со стороны обеих латиноамериканских команд, всех болельщиков ждет увлекательное зрелище. Мне хотелось бы увидеть финал Испании-Бразилии, потому что эти две команды явно выделяются среди всех остальных как яркими индивидуальностями в основе, попросту говоря, звездами мирового уровня, так и четко отлаженной командной игрой. Но не думаю, чтобы их соперники заранее согласились на матч между собой за Олимпийскую бронзу. Японцам родные трибуны в помощь. И Мексика в обороне не будет отстеживаться явно. Так что запасаемся попкорном на 3 августа 2021 года, когда и произойдут полуфиналы олимпийского футбольного турнира в Токио 2020. С вами был Саныч, до новых встреч!